Приветствую, Тумсо, ассаламу алейкум. Скажи, пожалуйста, почему Краснодарский край и Адыгею не относят к Северному Кавказу и как ты к этому относишься? Тумсо, почему многие Северные Кавказцы называют Южный Кавказ Закавказием? Южный Кавказ называли Закавказием во времена оккупации. Я не согласен с этим, я наоборот считаю, что понятие Южный Кавказ и Закавказием нужно все-таки разделять. Так, Тумсо, термин Закавказием придумала Россия и называли и земли Турции. Закавказием это мечта России по оккупации Армении и Азербайджана. Я считаю Армению и Азербайджан Южным Кавказом. Ну, я не могу лишить тебя этого права. Приветствую Тумсо, ассаляму алейкум. Скажи, пожалуйста, почему Краснодарский край и Адыгею не относят к Северному Кавказу и как ты к этому относишься? Алейкум ассалям. Насколько я знаю, Адыгею относят к Северному Кавказу? Ой. Хотя, я, может быть, в этом вопросе и ошибаюсь. Сейчас мы проверим. Загуглим, наверное. Ты, наверное, имеешь в виду про Северный Кавказский автономный округ российский. Относят ли они к нему Адыгею? Интересный вопрос, действительно. Почему я ни разу этот момент не проверял? Как-то по умолчанию у меня в голове было, так что Адыгея это, конечно, Северный Кавказ. Что же это еще может быть? А тут ты меня поставил перед вопросом. Так, состав округа. Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Каличаево-Черкесская, Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская республика. Прикинь, Северный Республик, действительно, Адыгею они к Северно-Кавказскому федеральному округу не отнесли. В общем, почему они этого не сделали? Ну, не знаю, это, наверное, из каких-то своих там соображений. Как бы то ни было, от того, что они там что-то в свои округа не включают, от этого, конечно, Адыгея не перестает быть частью Северного Кавказа. Как и Краснодарский край, он тоже не перестает быть Северным Кавказом. Просто Россия, ну, по своему желанию, там, по своему видению, разделила эту свою территорию на федеральные округа. И это, наверное, вопрос из той же серии, почему когда-то Сталин решил, что Ауховский район должен стать частью Дагестана, почему они решили вообще его ликвидировать, превратить его в другие районы, почему там пригородный район Ингушетии решили сделать осетинским. Конечно, здесь можно на эту тему обсуждать, говорить, что это специально там заложены, и это будет правда, заложены такие мины, чтобы в нужный момент их взорвать. Но я имею в виду, что они какими-то своими интересами руководствуются, когда они создают вот эти республики. Почему, например, они решили создать Кабардино-Балкарскую республику, допустим, объединив как бы кабардинцев и балкарцев, и точно так же Карачаево-Черкесскую республику. Хотя логичнее было бы объединить балкарцев и карачаевцев, являющихся, по сути, одним народом, и также кабардинцев, черкесов, адыгов, которые тоже являются одним народом. Из каких соображений они это делали, я думаю, мы понимаем, что это все делалось специально для того, чтобы разделять, там в момент можно было сполыхнуть и так далее. Но я хочу о другом сказать. От того, что там где-то кто-то что-то разделил в России, в Кремле решил, что теперь Адыгея это не Северный Кавказ, или Краснодарский край это не Северный Кавказ, от этого он-то не перестает быть Северным Кавказом, понимаете? От того, что там Сталин решил, что Ауховский район это теперь не Чеченье, от этого Ауховцы и Ауховский район не перестает быть частью Чечений. Также и Пригородный район не перестает быть частью Ингушетии. То есть, да, сегодня на карте федеральных округов, в сознании, может быть, россиян, это выглядит так, но от этого мы к этому по-другому относиться не будем. Для нас мы знаем, где у нас начинается Кавказ, где он заканчивается, мы знаем, какие народы являются кавказскими автохтонами, какие народы именей являются, кого туда специально заселили с понятными целями. То есть, все эти моменты, мы их хорошо понимаем, поэтому отношение, я думаю, моё, ты понимаешь, оно, конечно же, к этому негативное, но само моё отношение к вопросам Северного Кавказа, к географии Северного Кавказа не изменится от того, что там Россия посчитает, что теперь это не так. Я, кстати, хочу вам напомнить, что сам по себе Северокавказский федеральный округ тоже не так давно начал существовать, изначально ведь это был Южный федеральный округ, даже в нулевые годы, это было ЮФО, и туда входили все, плюс вот к этим Северокавказским семи республикам, к ним в части ЮФО были и те, которые сейчас являются Южным федеральным округом. То есть, это всё был такой большой Южно-федеральный округ. Потом они решили, что Северокавказские республики нужно оттуда выделить отдельно, и создали этот Северокавказский федеральный округ. Но для нас, и когда у нас было ЮФО, мы знали границы Северного Кавказа, и как они сделали, после того, как они сделали этот Северокавказский федеральный округ, и решили, что там Адыгея, допустим, в него не входит, от этого, конечно, ничего не изменилось. И для нас, наши братья-адыги, являются частью, неотъемлемой частью Северного Кавказа. Почему многие Северные Кавказцы называют Южный Кавказ за Кавказием? Южный Кавказ называли за Кавказием во времена оккупации. Я не согласен с этим. Я, наоборот, считаю, что понятие Южный Кавказ и за Кавказием нужно всё-таки разделять. И Южный Кавказ — это Грузия. А что касается Азербайджана, Армении, это за Кавказием. В моём понимании это так. Ну, кто-то с этим спорит, предъявляет свои какие-то доводы на эту тему. Я думаю, вопрос дискуссионный, но в целом какой-то ошибкой я это не считаю. Называть Грузию за Кавказием, разумеется, является ошибкой. Грузия — это Кавказ. Это Северный Кавказ, это Южный Кавказ. Так, том, что термин за Кавказием придумала Россия и называли и земли Турции. За Кавказием — это мечта России по оккупации Армении и Азербайджана. Я считаю Армению и Азербайджан Южным Кавказом. Ну, я не могу лишить тебя этого права и считать эти страны Южным Кавказом, эти территории. И рассуждать так, что это Россия придумала и так далее. Но, мое мнение, конечно, этого не меняется. Я считаю, что Азербайджан и Армения являются за Кавказием. Но здесь гораздо важнее, на самом деле, другое. Гораздо важнее, кем себя считают и свои территории считают армяне и азербайджанцы. Вот что гораздо важнее. И, на мой взгляд, они не считают себя кавказцами. Хотя среди азербайджанцев, точнее, территории современного Азербайджана входят исконно кавказские территории. И проживавшие на этой территории народы, в частности, лесгины, они являются кавказскими автохтонами. И сегодня многие из них имеют азербайджанские паспорта. Когда кто-то, возможно, уже ассимилирован там даже и позиционирует себя как азербайджанец. Поэтому какая-то часть, конечно, там будет и считать себя будет кавказцами. И по факту они являются кавказцами. И какая-то территория Азербайджана является кавказской территорией. Но в большинстве своем азербайджанцы себя кавказцами, насколько я знаю, не позиционируют. И армяне себя подобными, по-моему, не позиционируют. Ну, в общем, я думаю, это не принципиальный вопрос. Я в любом случае свое мнение на эту тему не меняю. Мое мнение такое, что Азербайджан и Армения — это за Кавказе. Большинство территорий Азербайджана, я имею в виду. И сами азербайджанцы и армяне кавказцами не являются. Азербайджан